Я сегодня хочу приготовить овсяное печенье. Для начала нужно измельчить грецкий орех. Я буду добавлять его в тесто и хлопья овсяные. Я взяла обычный геркулес, который продается в пятерочке за 16 рублей 400 грамм в разделе детских продуктов. Измельчим 100 грамм орехов. Я не буду измельчать прямо в труху. Я оставляю вот такую небольшую крошку, чтобы текстура ореха чувствовалась в пирожном, в печенье моем. Геркулес я точно так же, как и грецкий орех, не буду измельчать прямо в труху, а сделаю его достаточно такой крупной фракцией. У меня заняло где-то 15-20 секунд на то, чтобы измельчить геркулес и он получается вот такой вот достаточно крупный. Теперь я в одной миске должна смешать все жидкие ингредиенты. Здесь у меня одно яйцо. Я его сейчас немножко взобью и сюда введу масло и мед. Я хочу, чтобы у меня печенье было максимально пп, поэтому я добавляю в тесто 50 грамм меда. Сахар я добавлять не буду, потому что у меня еще дополнительная сладость будет от сушеной клюквы. Еще я сюда буду добавлять четверть чайной ложки соли. У меня есть лимонная соль, рецепт вы можете найти у меня на канале. Чтобы масло, чтобы соль максимально растворилось, я его добавляю в жидкие ингредиенты и ввожу теплое масло. Масло я предварительно растопила в микроволновке. В принципе, вы можете его не растапливать, а просто оставить при комнатной температуре, чтобы оно мягкое, было пластичное и вы могли перемешать все ингредиенты. Нам не нужно яйцо и масло взбивать до какой-то пены. Нам самое главное, чтобы все эти ингредиенты просто объединились. И теперь я убираю венчик, беру лопаточку и ввожу орех. Все это перемешиваю. Вывожу измельченный геркулес. Муку я предварительно просеяла через сито. Добавляю муку и вместе с мукой разрыхлитель. На этом этапе масса начинает становиться более густой и, возможно, кому-то неудобно будет мешать ложкой. Можно перемешать это руками. Теперь я это тесто оставлю на полчаса, чтобы мука и геркулес набухли. Я его не буду убирать в холодильник, а оставлю просто при комнатной температуре. Тесто постоянно у меня 30 минут. Я думаю, что за это время и мука хорошо набухла, и жидкое растопленное масло оно чуть прихватилось. И теперь у меня это тесто, оно такое вот не жидкое, пластичное, из которого можно формировать шарики. Я добавляю в тесто клюкву. Она даст дополнительную сладость и оттенит кислинкой. Сейчас я это все перемешаю, чтобы относительно равномерно распределилась клюква по массе. Теперь нам все это тесто надо разделить на 12-14 частей. Почему говорю точное количество частей печенья? Чтобы вы ориентировались, какого объема, какого размера будет печенье. И чтобы его не пересушить, нужно количество минут держать в духовке. Если оно у вас будет такой именно массы тела, оно не пересохнет и останется мягким и не жестким. Я вот буду на 6 частей, ой, на 12 частей делить. Теперь я формирую шарики на противень. Вот эти три штуки оставлю такими кругляшами. Посмотрю, как оно готовится. Растекается ли слишком тесто. Можно будет избежать вот этого этапа придавливания. Может просто шариками положить. Оно под воздействием температуры просто равномерно расплюется. Проверю. Сейчас поставлю на 17 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. И после 15 минуты начну следить, чтобы они не переготовились. Если вы обратите внимание, что вот этот краешек начинает коричневеть, то значит они начинают пересыхать. Пора вынать из духовки. Важно знать какую точную температуру нагревает ваша духовка. Бывает иногда вы ставите на датчик 180 градусов, а по факту она может на 190 разогреваться или наоборот на 160. Поэтому вот после 12-15 минуты следите за печеньем, чтобы оно у вас не превратилось в сухарь. Ну что, мои печенья остыли, они прям вот такие нежные, разваливаются. Но разваливаются не потому что там они совсем не держат форму, а потому что они воздушные. На вкус. При всем при том, что я очень люблю сладости, для меня десерт должен быть сладким. Для меня такой уравновешенный вкус. Немножко я добавила соли, но сахара совсем немного. Но кислинка за счет клюквы, которая внутри, очень хорошее соотношение ингредиентов. Оно не забито мукой. Они мягкие, легко откусываются, они прям воздушные. Если вы прям любите, прям сладкое хотите печенье, вы можете не останавливаться на 50 граммах меда. Вы можете добавить буквально там грамм 30 сахара. Тогда у вас само тесто, само печенье будет слаще. Или, например, если у вас не будет никакого фрукта сюда добавлено или ягоды, там нету, например, клюквы, просто можно сделать в чистом виде без ягод. Просто добавить к этому меду 50 грамм муки. Я это все, варианты в описании напишу. Ну, очень они мне понравились, очень. И я считаю, что в зависимости от вашей духовки 15 минут, 15-17 минут больше не нужно. Потому что вот у меня чуть-чуть прихватилась донышко, потому что я готовила на духовке во второй кухне духовку, которую я не часто использую для десертов. Я чаще всего здесь готовлю мясные блюда какие-то. И я не всегда ее могу отрегулировать. Вот 15 минут и обязательно там смотреть начинаете, не зажаривается ли у вас краешек. Но при всем при этом очень-очень вкусное печенье.